всем приветик я тут под магазином приземлилась забежала в супермаркет пятница сегодня народу уйма ничего такого не нужно было но набрала на 90 долларов как всегда значит что я взяла интересного вот такие сырные палочки я не знаю у нас там дома есть нету это моцарелла чиз таких палочках она продается здесь хороший снег маша иногда берет школу иногда так дома кушать для перекуса и такая хорошая штука когда есть холодильники потом все также взяла наш любимый творожок с добавкой с разными добавками творожок с клубничкой с малиной с ананасом сегодня даже был с персиком разные разные добавки взяла вот такой тоже йогурт данон ванила тоже он стоит около пяти долларов вот такие творожки доллар паночка дорого-недорого но если нужно берем дела свои любимые бублики вот такие вот тоненькие солнце светит и бублики мы ставим их в тостер чуть-чуть и не так зажаривается подрумяниться чем-то намажешь сверху что-то положишь и красота дела курицу органическую он то ли запечь можно можно сделать беточки но мы начинаем брать курицу хотя бы органическую теперь потому что ну чтобы не есть много гадости такое дело вот такой вот кейк как они тут называют вот такой как бы наш марбл пудинг кейк пудинг марбл это шоколадный с ванильным перемешку как зебра у нас и что еще взяла вот охотимся мы в последнее время за яичками перепели и если не стоит три сорок по моему 15 штук от поевом яичками нашу мария учеба забирает много сил вы снаживает забирает много энергии и ей вот как бы вот такая вот поддержка но нужно здесь вообще тяжело в америки и учиться тяжело и работать тяжело и жить тяжело и америка закаляет здесь вы знаете если если вы человек мягкий и я не знаю думаете хорошо потому что они тут должны быть как бы люди с твердым характером с хорошими капитами некоторые люди говорят что я как-то преподношу некрасиво материал ужас как я преподношу кошмар может быть я чуть-чуть и жестковато вот это все делаю вы знаете но вот как бы вот такая закалка здесь уже за эти семь лет я и по жизни наверное не любитель сусюканья и усю пусюканья я по жизни такой человек жесткий и во-первых на канале я не психолог и всю сукаться ни с кем не собираюсь я говорю серьезные вещи и если кто-то как бы который смотрит кто смотрит мой канал для чего-то для поездки для работы куда-то за границу должны быть твердые люди и твердо должны понимать что это дело серьезное и сусюкаться с вами не здесь нигде в другом городе не будут никто потому нужно быть нужно иметь характер и и может быть потому я это все вот так с характером и разговариваю и все это с характером рассказываю но я не знаю извиняйте как я люблю говорить но такой у меня стиль кому не нравится ссори и не пишите гадости потому что буду нещадно блокировать я открыла канал чтобы людям помочь не для того чтобы меня здесь песочили и обзывали всякими словами буду нещадно блокировать как я долго ждала своих как бы подписчиков но только адекватных людей с адекватными людьми буду всегда мило разговаривать и всегда помогу в чем и смогу а всякие комменты которые пишут диванные смотрители никому не нужны и загрязнять ими свой канал я не буду так что извините вот потому мы от этой закаленной такой жизни в америке от вот этих многих изменений как бы много чего мы лишились здесь много чего мы здесь приобрели хорошо ли это плохо ли это кому как вы знаете но мы привыкли и может быть есть и минусы но на каждый свой минус есть какой-то плюс может быть и не один значит в америке мы забыли что такое закрутки мы не закручиваем не огурцы не помидоры солим да иногда капусту иногда засалываем огурцы и помидоры но закрутки в банке мы не делаем не закатываем мы вообще-то дома перестали делать но здесь мы вообще ничего не делаем здесь мы забыли что такое моль моли здесь нету я не знаю по какой причине но моли здесь нету может мы хотя и сырость тут достаточно сырости Не развешиваем вещи после стирки на балконах, потому что и балконов нет. Мы живем на втором этаже, у нас нет балкона. И за балконом я скучаю, честно говоря. Как бы чего-то не хватает, потому что если ты живешь наверху, хочется куда-то выйти и посмотреть, и подышать. Здесь такого нету, у нас нету, хотя есть апартменты, квартиры с балконами, есть. Но вот что-то нам не попадалось. Никто не выбивает здесь ковры, как мы когда-то дома выбивали этими трепачками ковры, на снегу их валяли. Снег такой у нас вечно, как только выпадет, весь снег уже этими коврами запыленный, загаженный. Тут такого нет, ковры здесь не выбивают. Не перебываем машину. Если муж дома когда-то все время зима, холода, перебывал машину, то это здесь просто не нужно. Платежи онлайн платим, нету здесь никаких книжечек, ничего. Все онлайн, пришел тебе чек, бил онлайн, зашли на страницу вот этой компании, по свету, по газу, все заплатили онлайн. Телефон тоже домашний. Сначала у нас был домашний телефон, когда мы только приехали. Но потом он стал не нужен, потому что у всех мобильный. И мы его отключили, и его мы не имеем. И когда идешь вот так в супермаркет, тоже в магазин, у нас же как заходишь, можешь купить все, даже и алкоголь. Здесь алкоголя нету. Алкоголь здесь продается в отдельных магазинчиках. Они платят за это какие-то там отдельные пошлины или что они там платят. Но алкоголя здесь купить невозможно вот так в супермаркете. На улице, когда у нас едешь, могут люди голосовать, могут тебя останавливать по дороге там куда-то. Здесь никто не голосует и никого никто не останавливает. Потому что, наверное, не останавливается из-за безопасности какой-то. Я не знаю, но здесь такого нету. Как же передают по телевизору, рассказывают, что этим стопом, автостопом люди здесь путешествуют, я не знаю. Но я такого здесь не видела. Может, у нас здесь не путешествуют. Нету грязи, и на улицах никто ничего не кушает. Семечки, вообще здесь семечки табу. Здесь никто не идет и не кушает мороженое на ходу. Ну, вот как-то здесь совсем другие какие-то вот такие вот правила приличия. Иногда, может быть, какой-то голодный там мужчинка, работяшка может и кушать по дороге какой-то свой сэндвич. Знаете, как они, хот-доги продаются на улицах. Но очень мало и очень редко. Очень редко. Даже не пьют. Ну, пьют, может быть, воду. В основном воду. Вода, да, бывает. Очень часто идут с водой в руках кофе. Кофе. Вот это, да, чего у нас там раньше не было. Ну, наверное, у нас сейчас кофе на ходу пьют. Но здесь все время кофе, если даже и холодно, в руки одевают перчатки, несут кофе. Но это, наверное, сильно любители кофе. Я не любитель кофе, я этим не занимаюсь. Очень многое здесь у нас появилось, приобрелось и многое потерялось. Плюсы это, минусы это. Всего понемножку. Ко всему нужно привыкать. Все как-то, все новое. Одно дается легче, другое дается тяжелее. Привыкаем. И спасибо всем вновь прибывшим, которые поддерживают, которые понимают все это. Может быть, кто-то и прошел когда-то через это. Не обязательно в Америке, в других странах. Только такие люди могут понять, что мы здесь как бы переживаем и что мы здесь чувствуем. А другим не докажешь ничего. Другим лишь бы поговорить. Ничего не поделаешь, есть и такие. А всем вам за все спасибо. Спасибо за хорошие комментарии. Всегда буду рада ответить. Всегда буду рада чем-то помочь. Чем смогу, как говорится. И прошу прощения, может, за мой, как бы, говор, за мой акцент. Ну вот так я разговариваю. Я уже говорила, кому не нравится, сори, ищите чисто говорящих по-русски. И что они вам могут предоставить, какую информацию. Тут у каждого своя информация, кто что ищет. А на этом всем пока. Хорошего дня и настроения. Бай-бай. Идут выходные. Хороших всем выходных. Счастливо. Пока. Пока. Пока.